привет всем с вами хранитель секретов на канале ffh plus и мои друзья терминатор ультрамаринов сегодня они нам помогут раскрыть очередную тайну как отмывать миниатюры от краски ну давайте немножко поболтаем сначала о материалах из которых изготовлен миниатюра в данном случае 3 это пластик вот терминаторы они пластиковые это смола вот у меня есть кусочки смоленные детали резин так называемый материал и третий материал это металл мы его здесь рассматривать не будем потому что с металлом все очень просто скажу буквально в двух словах если вы покрасили металлическую миниатюру вам не нравится можете бросить его цитон в обычный и в любой растворитель а потом оттереть зубной щеткой металл выдержит и не такие жидкости давайте подробнее поговорим о том как отмыть пластик или смолу в данном случае пластик что я могу вам порекомендовать для отмывки миниатюр у меня есть три волшебную жидкости первое это обычный этиловый спирт в таком в такой баночке налит 97 процентов обычный медицинский этиловый спирт раньше продавался в аптеках сейчас только для избранных доступен если получится можно конечно же где-нибудь найти если у вас есть доступ то замечательно вам повезло вторая жидкость это лекарственное средство димексид вот так вот оно выглядит такой флакончик продается в аптеке наружное средство для наружного применения его это раствор наверняка это концентрат который используют для приготовления раствора здесь вот написано 99 процентов то есть это концентрат этого самого димексида его используют для компрессов обезболивающие там все такое в данном случае вам нужно купить вот такой вот концентрат и поработать с ним стоит где-то в районе 100 150 может быть рублей за вот за 100 миллилитров такой вот баночку вот если что не покупайте уже приготовленный раствор или мази на основе вот этого препарата и третья жидкость прямиком из европы так называемый пейнт киллер ужасная жижа от фирмы scale color которая делает замечательные красочки вот я купил такая вот баночкой на бархатных 400 рублей заставкой из европы в евро нам сколько-то стоит но вот такая вот небольшая баночка скоба листами до 100 миллилитров написано что она продала еще для удаления краски как написано есть даже есть инструкция английском потом я прочитаю если интересно и расскажу а теперь давайте поговорим о том в чем же проблемы при отмывке пластиковых миниатюр и смолены давайте начнем с пластика а хотя нет я придумал давайте на него проведем эксперимент как эти жидкости будут воздействовать на нашу смолу замечательную вот смотрите у меня есть три таких чудесных сосуды здесь я написал что здесь будет димексид здесь меня пейнт киллер весь спирт мы туда положим детальки и посмотрим какая жидкость как повлияет на состояние состояние смолы потому что пластик она бывает безболезненно с пластиком не случается ничего а вот со смолой могут быть проблемы поэтому зальем димексидом кстати проблема работы с димексидом тем что он воняет каким-то тухлым чесноком у меня других нету к сожалению ассоциаций попахивает ну вам не будет чувствуется кстати да еще одна штука по поводу работы с димексидом не берите его голыми руками не проливайте на голые руки потому что достаточно неприятно потом будет сама кожа состояние кожи так пейнт киллер наливаем сюда это самый замечательный пейнт киллер такая банка просто наливаю и оставляю эту несчастную смоленую детальку это сразу чтобы снять все вопросы о том чем отмывать смолу и стоит ли вообще отмывать спал здесь вот залили мы спиртом третью детальку чистым медицинским спиртиком и отставим их в сторону не будем их трогать пока я буду вам показывать преимущество работы с жидкостью они вот полежат а то мы посмотрим что из этого получилось ну давайте начнем с самого интересного меня всегда интересовала жидкость пейнт киллер я когда увидел я очень заинтересовала что она умеет насколько она хорошо отмывает пластик ну значит не буду вас долго мучить возьмем и попробуем вот у меня терминатор наш дорогой друг терминатор ультрамаринов покрашены не очень хорошо тут есть грунт несколько слоев краски красил не я сразу скажу но просто мой хороший клиент и заказчик чтобы я вот на нем продемонстрировал как плохо красить них они аккуратно возьмем этот пейнт киллер я возьму на ватную палочку в данном случае и нанесу на какой-нибудь элемент миниатюра просто нанесу посмотрим что из этого выйдет ну пока поставим сторонку так вот обильно чтобы он прям вот видите даже у меня сейчас уже начал растворять краску видите вот я просто нанес даже не терничая просто от зубочистка уже начал растворять краску что неплохо ну подождем давайте посмотрим теперь пока он она впитывается мне нужно чтобы все слои краски пропитались раствором вот этого пейнт киллера возьмем наш аэгис дефенс лайн который в одном из выпусках про аэрограф я красил и попробуем просто вот этот жидкость его потереть посмотрим что получится просто смочил ничего и пытаюсь оттереть но и все получается я уже дошел до грунта небольшое количество жидкости использовал в данном случае волшебный пейнт киллер помогает мне потрем это дело салфеточкой посмотрим что получилось вот это я протер до грунта давайте еще немножко возьмем еще ватной палочкой вы нам это все тереть ну что я могу сказать было несколько слоев краски в том числе грунт и практически я зашел уже до чистого пластика салфетка сейчас вытрем на сухо и посмотрим что у нас получилось получился вот пластик пожалуйста соответственно просто протер дотер до пластика вот видно грунт черный видно еще там какие-то слои краски были видимо у до этого но по крайней мере вот он чистый пластик до которого мы дошли с помощью этого панкеля просто потеряв теперь давайте-ка посмотрим что получилось нашим терминатором на которого мы нанесли этот состав что случилось краска возьму зубочистку смотрите отру и все как выяснилось краска вот ведь она очень 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 хорошо стала слезать сразу же то есть я творил фактически и растворила давайте потрем зубочисткой вот я тоже дошел до чистого пластика вот за какие-то буквально две минуты наверное прошло всего этого давайте немножко возьмем еще этой жидкости и от отрем наплечник до чистого состояния то есть вообще что я могу сказать по применению от этого пентки для рода если вам нужно удалить краску с какого-то из элементов вот вы можете воспользоваться на таким вот способом просто смочить этой жидкостью и удалить краску вот до чистого состояния вот такого вот результата добили кстати вот если обратить внимание на спину я тоже наносил краску и вот ее в общем то всю тоже уже растворила до такого вот состояния то есть если сейчас взять допустим всего этого терминатора обработать этой жидкостью потереть то его от моем до чисто да потереть потом зубной щеточкой обязательно чтобы вычистить краску из щелей и будет вполне себе чистый терминатор ну вот по крайней мере пенткиллер показал себя таким вот образом давайте теперь возьмем лекарство от всех болезней димексид достаточно неприятный запах у него мы возьмем другого терминатора этого пока отставим его друг с циклон коми вот он приходит помогать нам давайте возьмем это димексид опять же смотрите чтобы не попадал сильно на руки я вот нанесу его на на эту поверхность сразу будет видно на самом деле вот пока пока он так сказать пропитывает ракетницу терминатор опять же возьмем наш несчастный айгерс дефенс лайн попробуем оттереть именно димексидом что получится используя мы это средство попали в кадр вот мы здесь вот я оттирал пенткиллером здесь вот будем оттирать димексидом вообще для я сейчас ну работаю с таким вариантом чтобы показать вам побыстрее да все вообще если вы свою пластику миниатюру положите в эту жидкость зальете в какую-нибудь емкость и оставите там краска растворится быстрее и лучше вот видите что получается краска уже растворяется практически сразу вот у нас смывается до грунта сразу этих местах салфеткой берем лишнее но я считаю что димексид даже в данном случае показал лучший результат я быстрее протер вот до каких-то вот момент видите вот он получилось вот такая вот штука то есть практически чистый чистый пластик добились вот такого результата ну поэгис ты нам помог давайте посмотрим что получится на циклон миссу лаунчерах вот это вот героя ультрамаринов но краска в общем то тоже начинает сходить но поскольку я не замачивал менять уроки миксиде то будем пользоваться постоянно раствором ну кстати здесь на мой но мои по моим ощущениям краска отмывается хуже да то есть на каких-то много слоев если чуть-чуть сложнее мне здесь уже тереть он хуже растворяет именно краску да то есть при нанесении он хуже растворяет но если вы замочите в нем скорее все будет неплохо у вас все получится так вот очищаем все это вот оба лично дружище погуляй мы отсоединили ракетницу тебе и оттер не вот до такого вот состояния если обратить внимание то есть да и где микси при вот использовании прямо здесь и сейчас тоже способен удалить краску с части миниатюры в общем то запросто здесь вот мы это показали и на эгисе тоже это было очень хорошо видно единственное что я могу сказать в чем разница терминатор явно покрашена цитаделью да то есть красками games workshop этот аэгис мы красили красками валиджа модул эйр не миксид с ними тоже справился как и пейнт киллер ну третий для нас вариант подходящий для пластика это обычный этиловый спирт попробуем сделать то же самое вот поскольку мы подмывали циклонку то терминатор у нас поучаствует в дальнейшем возьмем немножко спирта на латную палочку нанесем тоже на наплечник ну тут вообще сразу практически спирт растворяет начинает растворять краску я вам сразу скажу что все эти три жидкости они совершенно для пластика безопасны то есть даже если вы пластик замочите в них ничего не будет страшного до краска краску разъезд а пластик нет так в общем то сейчас еще нанесу немножко спирта оставлю пропитывать товарища терминатора копыльга вот пусть растворяет красочку а мы спиртом потрем наш несчастный аэгис на нем еще остались не отмытые поверхности так спирт пахнет спиртом очень быстро испаряется давайте посмотрим что мы добьемся какого эффекта помощью петилового спирта ну вот тоже достаточно быстро растворяет краску практически сразу до пластика дошел то есть он расставил и грунт и основной цвет и кстати не один основной цвет сделали пришейды то есть здесь черный как минимум серый и пара слоев синего салфеточки протираем вот такого вот результата я добился просто потеряв ватной палочкой смоченный спирту то есть в принципе да то что до пластика я дошел если бы я отмыл так миниатюру и загрунтовал ее потом то ничего страшного бы не произошло вот как то так видите то есть вот здесь вот мы отмывали димексидом здесь мы отмывали спиртом все получилось вот таким вот образом принципе чисто я вам скажу если потерять еще не ватная палочка зубной щеткой будет точно еще лучше потому что зубная щетка она очень хорошо отслаивает краску и вас будет очень качественная отмывка ну давайте посмотрим что же с терминатором которого мы полили спиртом а я вам скажу вот что спирт он очень быстро испаряется то есть видите если когда вы наносили либо димексид либо пейнт киллер они оставались очень долго на миниатюре долго растворять краску то здесь спирт вот здесь он испарился если еще чуть-чуть осталось да ну придется взять немного еще и закончить начатое вот мы взяли ватную палочку спирт и будем теперь оттирать ему на плечник от краски ну в общем-то тоже оттирается но кстати говоря по моим ощущениям на данный момент хуже почему хуже потому что я не ну лим если мы хотим до отмыть после миниатюру нам придется равно его замочить спирт то есть положить полностью чтобы был покрыт спиртом но в данном случае вот именно как так такая же работа по отмывке как я делал предыдущие разы то есть нанести на поверхность оставить чтобы он растворил краску не выходит спирт очень быстро испаряется и перестает действовать то есть его больше не остается на миниатюре а димексид и пейнт киллер они достаточно долго продолжали работают увидели на первом терминаторе даже вот пока я там одно волноплечник уже растворилась краска на его спине вот а здесь на спине тоже растворение прекратилось только вот я потеряв уже зубочисткой со спиртом смог учета добиться добиться вот таких вот замечательных результатов ну в общем то вот что я вам могу порекомендовать сами посмотрите мы отмывали пейнт киллером мы отмывали димексидом отпали спиртом результат везде качественный так или иначе да мы смогли хорошо отмыть пластиковую поверхность от грунта и от основного слоя краски теперь выводы какие по крайней мере я могу сделать вот я по сути димексидом и пейнт киллером пользовался второй раз я попробовал перед съемками чтобы понять как они работают сейчас я попробовал 2 что я могу сказать меня устроило все и в той жидкости и в другой да пейнт киллер он хорошо растворяет краску он в принципе хорошо именно расстоит при нанесении димексид чуть похуже чуть сложнее им работать но цена говорит в пользу димексида если вы можете купить его в аптеке я думаю что со своих пластиковых индюр вы краску отмоете вполне себе качественно они не повреждают пластик как и спирт на спирт сложнее достать он чуть хуже как бы да в плане отмываемость потому что быстро испаряется и опять же что я могу конечно большой наверное расход его будет если опять же я его использую для других целей для промывки аэрографа например для обезжиривания каких-то поверхностей я бы не стал его расходовать на отмывку пластиковые миниатюры если есть другие варианты но это про пластик то есть я вот вам дал три варианта отмывки пластиковых миниатюр рассказал я вам категорически не рекомендую использовать ацетон растворители или какие-то другие жидкости в данном случае потому что пластик тогда повредиться мы говорили об отмывке жидкостями которые не повреждают пластик теперь давайте посмотрим что же произошло с нашими смоляными деталями потому что например я точно знаю что смола очень плохо контактирует с едкими жидкостями с ацетонами со спиртами и прочие вот этой дребеденью ну давайте посмотрим что получилось вот у нас ванночка здесь был димексид ну да судя по запаху там он и есть на буква д это подтверждает ну что я могу сказать он немножко размягчил смолу не хочу трогать руками самом деле да вот он в тонких местах он размягчил смолу то есть если бы это была не такая деталь на более тонкая то она бы скорее всего не очень хорошо вы себя чувствовал опять же немножко она немножко всего полежала тут минут 20 прошло сначала съемок но реально стало все это вот мягче то есть прям вот видно что вот эти вот части они размягчились очень сильно то есть тонкие части они размягчаются димексида и вот уже даже можно верхний слой начать отскабливать ну в общем не стоит смывать димексид димексидом смолу либо если вы это делаете то смывайте его сразу же не давайте мы очень долго контактировать со смолой то есть нанесли оттерли краску и быстренько водой смыли давайте посмотрим что пейнт киллер сделал это пейнт киллер у нас да это пейнт киллер тут ну но на мой по моим ощущениям ничего ужасного не произошло тонкие детали остались такими же тонкими здесь тоже все нормально ну никаких проблем то есть в принципе пейнт киллером вы сможете также отмыть смолу но опять же да ну да ничего не случилось опять же это за 20 минут не стоит экспериментировать опять же замачиванием в смоле смоляных деталей в жидкости дам не знаю что будет дальше если подержать подольше но краску отмоет без проблем и ничего с вашей смолиной миниатюры не случится ну и спирт спирт он даже у нас частично испарился спирт что сделал бы тоже размягчил смолу тоже она стала мягче эти вот детали уже стали чуть больше гнуться с этой стороны ну да он стала чуть помягче сама деталь ну спиртом тоже не рекомендуется отмывать смолу либо действуйте также как я вам сказал уже ранее это отмыли краску исполоснули под строю воды то есть не оставляйте деталь не замачивайте детали в спирте надолго и осторожнее если будете зубной щеткой очищать не повредите тонкие детали вот то есть в принципе ну тоже спиртом можно смолу отмывать но вот с осторожностью да пока вот его что димексит очень сильно размягчает поэтому осторожнее ну давайте подведем итог заключение на у терминатор нам помогли мы чуть-чуть отмыли я буду перекрашивать то я вам скажу если вы недовольны тем что вы покрасили свои миниатюры у вас есть несколько вариантов для отмывки сразу объявлю сразу хочу отметить что все что он здесь сейчас рассказал это во первых большой секрет а во вторых это был просто обычный совет не руководство к действию то есть если вы не уверены в чем-то проверьте поэкспериментируйте посмотрите потому что только вы будете отвечать за те шаги которые вы предприняли спасибо вам за внимание оставайтесь с нами смотрите рубрики байки хранители секретов на фх плюс спасибо за подписку с вами был хранитель секретов всего хорошего пока